С утра пораньше полицейские задержали компанию людей, распивающих спиртное у реки Приголи. Одна из дам возмутилась действием сотрудников правоохранительных органов. Вот это классно, нафиг, понюхайте. Ольга не поняла, почему подошли полицейские. Женщина в компании друзей мирно сидела у Приголи. С самого утра товарищи пришли на набережную и распивали жидкость подозрительного цвета. Много шумели и выражались нетензурной бранью. О них сообщили соседи по улице Карбышева. Я имею право выпить на Приголе. Сама, с собой. И не пила. Мне просто задержали. Девушка отказалась заполнять протокол. За это компанию чуть не забрали в отделение. После дама успокоилась. За распитие спиртного в общественном месте товарищи заплатят штраф от 500 до 700 рублей. Татьяна Караханова, Алексей Бормисов. Специально для места происшествия. Массовые аварии. На Московском проспекте сразу несколько машин попали в ДТП. Водителям надоело стоять в пробке. Огромная пробка протянулась на Московском проспекте от поворота с Литовского вала. Именно стоя в колонии побились сразу шесть автомобилей. Одни хотели перескочить. Впереди стоящие машины. Другие водители просто поторапливали. Светлане досталось вообще ни за что. Девушка заглушила мотор, когда в нее врезалась машина сзади. Я стояла на своей полосе в пробке. Красный цвет светофора. И две машины на одной полосе не поместились. Один решил обогнать. Просто меня вот так вот пробил. Мне колесо. Я даже не могу уехать. Многие участники аварии разъехались до прибытия инспекторов ГИБДД. Из людей никто не пострадал. Татьяна Караханова, Михаил Олькевич. Специальное для места происшествия. Ночные художники. Полиция поймала группу подростков. Они разрисовывали в темное время суток административные здания. На пульт оперативников поступил тревожный сигнал. На правой набережной группа подростков разрисовывают административные здания. На трех домах красовались надписи в стиле граффити. Сами задержанные считают, что их творчество совсем не хулиганство. Увлечение. Удовольствие. Как бы есть баскетбол кому-то нравится, а кому-то нравится рисовать просто. Вот как увлечение. В рюкзаках оперативники нашли баллоны с краской. Доказательство того, что подростки причастны к порче городского имущества. Обратили внимание на трех подростков с рюкзаками, которые бежали в сторону улицы Вагоностроительной. По правой набережной. Убегая от частных охранников, которые пытались их поймать. Сами подростки наказания за содеянное не понесут. Но их родители за детское творчество заплатят штраф от 500 рублей до 1 тысячи. Татьяна Караханова, Алексей Бормисов. Специально для места происшествия. В Калининграде погиб человек. В дачном домике спасатели нашли обгоревшее тело. Личность и причины гибели устанавливаются. В домике садового общества «Водник-3» спасатели МЧС нашли обгоревший труп. Информация о возгорании деревянного обитого жестью здания поступила на пультера наутро. Помочь мужчине было невозможно. Когда пожарные приехали на место, он был уже мертв. Личность погибшего, причины гибели и возгорания сейчас устанавливаются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова